Седатель, уважаемые члены социальной комиссии, студент Мирников Сергей Алексеевич, в защите готов. Пожалуйста. Записка делаешь. Тема моей работы – автоматизация домашних инженерных систем. Основная задача – разработка программного обеспечения, терминал управления домашними инженерными системами. Для демонстрации и отладки разработанного программного обеспечения был создан специальный макет, состоящий из двух блоков, представленных на данном блокаде. Первый блок – это блок управления и блок исполнительных блоков. Более детально структуру этих блоков можно рассмотреть на данной структурной схеме. Блок управления включает в себя специальную материнскую плату, которая имеет маленькие размеры и позволяет встраивать ее в достаточно компактные среды и порт. А материнская платья подключается специальным источникам беспривольного питания в виде портативной аккумуляторной батареи, позволяющей работать блок управления, блок исполнительных устройств. Также к макетинской бате подключается внешний блок питания 12-вольтовый, позволяющий встраивать систему в различные места, в том числе даже можно встроить транспорт. Жесткий диск, обязательная часть, также является портативным для того, чтобы мы могли извлечь его и вставить в другую систему. И основной акцент в этой системе делается на специальный модуль Wi-Fi Adapter, который позволяет управлять нашим разработанным программным обеспечением удаленно. Актуальность умного дома растет с каждым днем. Системы, позволяющие обеспечивать управление расходом ресурсов, потреблением электроэнергии, управлением из любой точки через интернет, посредством таких модулей, как Wi-Fi, или локальную сеть из любого места для дома или даже не находясь в помещении. Блоки управления и блок исполнительных механизмов связаны между собой через последовательную машину USB кабель, посредством которой идет передача управляющих команд. Блок исполнительных механизмов, представленный в правой части структурной схемы, он содержит в себе специальную отладочную плату контроллером от Мега 328. Этот контроллер, представленный на данном блокаде, он позволяет подключать различные оборудования, датчики, сенсоры и производить непосредственно их управление. Мегроконтроллер имеет 14 цифровых портов водовывода и 8 аналоговых портов водовывода. К контроллеру к данным портам водовывода подключаются датчики. Один из таких датчиков – это датчик температуры. Также подключается датчик движения и датчик освещения. Также для подключения накрутки в блоке исполнительных устройств задействовано 6 блоков реле. Каждый блок реле в разработанной программе управляется своим собственным блоком. Программа предназначена для управления всеми системами разработанного макета, предназначена для управления бытовым оборудованием, которое может быть подключено в качестве нагрузки, а также для управления датчиками температуры освещения в помещении. Разработанная программа, представленная на данном блокаде, имеет 8 основных частей. Блок настроек, блок голосового управления и, собственно, каждый блок для персональной блоки для каждого из управляемых реле. Алгоритм работы программы представлен на данном чертеже. Это алгоритм верхнего уровня. При запуске программы пользователю демонстрируется заставка с предложением ввести пароль. Пароль необходим для того, чтобы в системе не было доступа посторонних. После того, как программа проверит корректность введенного пароля, она запускает процедуру настройки Компорта. После этой процедуры, когда все порты найдены и настроены, программа отправляет в тот же момент, когда вводит пароль, в это же время идет отправка специального ключа на разработанное микропрограммное обеспечение нижнего уровня, то есть в микроконтролле. В микроконтролле разработанная программа, представленная на данной структурной схеме, действует следующим образом. Когда программа верхнего уровня отправляет ключ подтверждения на нижний уровень, контроллер проверяет его корректность. Если ключ введен корректно, значит, пользователь подтверждает свою авторизацию. Тем самым, микроконтроллер, то есть блок исполнительных узлов, передает управление блоку управления и, собственно, самому терминальной программе. Далее, алгоритм программы рассмотрит, какие индикаторы, кнопки или ползунки пользователь активирует и, соответственно, запускает свою процедуру управления. Рассмотрим один из примеров. В программе есть в блоке настроек, есть специальный датчик движения. Если пользователь нажимает кнопку, у нас запускается процедура управления датчиком движения. Датчик движения цифровой, и он работает впоследствии включения-выключения. То есть у нас заранее задано расстояние, на которое он может срабатывать, например, 80 см. При наличии движения в этой области датчик выдает высокую единицу, либо выдает 0,10 движения метра. Соответственно, настроенный под этот датчик реле включит или выключен будет. Также в блоке настроек есть датчик температуры. Датчик температуры. Пользователь задает необходимую температуру и активирует датчик температуры. Алгоритм проверяет, какое действие выполняется пользователем и запускает соответствующую процедуру. Алгоритм на работе датчика температуры более детально представлен на данной схеме. Первое. Программа получает заданную температуру. Дальше идет процедура проверки температуры, которая есть в помещении на данный момент. Так как датчик температуры встроен в наш блок, он замеряет в основном блок температуры. После того, как программа получит заданную температуру с датчиком, то есть, которую он считает, мы проверяем условия. Если температура, заданная пользователем, соответствует температуре, которая сейчас есть на данный момент, соответственно, программа ничего не делает. Если температура ниже уровня, в качестве нагрузки могут использоваться теплоэлектронагреватели, которые подключаются в перелет. Датчик температуры тестировался на небольшом макете. Было доказано, что она работает. Также есть в программе управления специальный датчик освещения, выполненный в виде советского фототранзистора RT-бака. Он подключен к аналоговому порту микроконтроллера. Освещение замеряется в дюме, и пользователь задает процент освещения. Далее сигнал с фототодатчика преобразуется аналоговым цифровым преобразователем, и на выходе мы получаем число цифровое от 0 до 1027. Блоки управления реле, 6 число, выведены в программе. В данном блоке пользователь может включить-выключить нагрузку, а также задать автоматическое выключение нагрузки через определенное время, используя тайну. И последний блок – это блок голосового управления. Для того, чтобы человек… Бывают случаи, что человек отвлекается от оператора, и для того, чтобы напомнить ему, что система работает, и выполняются какие-то действия, программа автоматически может сообщить пользователю, оператору, какое действие было в окне. Например, реле номер 1 выключилось, то есть при автоматическом выключении. Оклад окончен? Суды вопросы? Сергей, насколько я понял, у тебя все исполнительные механизмы, дискретного типа, да? Кроме фототранзистора. Фототранзистор у нас аналоговый? Нет, это датчик. Усполнительный механизм. А что, не подразумевается у нас в лунном доме какие-то устройства, которые требуют плавного, чего-то там изменения? Побольше, поменьше, а не такого вот… Включил и выключил. Включил и выключил. Освещенность как мы будем? Дом-то умный. Ну, да, я не осматриваю такие варианты, но замечание полезное, потому что обычно это необходимо для включения плавного подсветления, для включения освещения плавного. Да не только. Допустим, если это мощный у тебя подогреватель, что ты его сразу будешь запускать на полную мощность, реле, то увеличивается и износ, и проседают у тебя сети кабельные все. А ты же можешь плавненько от педрегулятора, к примеру, от типового его регулировать. На четверть мощности, на полную мощность. И больше ты не требуешь. Я не рассматривал большие нагрузки. Какая-то лампа освещения дневного света или простое оборудование, которое имеет два режима работы. Включено или выключено? А освещение вот как? Точно так же. Включили или выключили. То есть ты поддерживаешь освещение, только включение или выключение? Да, датчик замеряем. Либо светло. Либо светло. В цикл тогда войдет. Задача пользователя – задать температуру, при которой будет срабатывать освещение. Температуру? Боякс. Задать освещение процент, который ему необходим. После которого, при падении этого процента датчик, будет включать реле. А реле что будет включать? А реле будет включать. Ну, в основном, в системах умного дома автоматическое включение освещения. Это может быть для цветов. Например, если рассматривать наши края-лицы, когда на окнах стоят цветы в зимнее время, чтобы человеку постоянно не вставать, не бегать за цветами, включать освещение, он может настроить порог срабатывания, и система автоматически включит ему освещение для цветов. Ему не нужно будет об этом заботиться. Либо, если это какой-то загородный дачный домик, обычно ставится дежурное освещение, которое включается в наступление темного времени. Датчик. Почему дискретный еще? Датчик движения. Например, может нам выдавать, также включать освещение, если, допустим, накрыться было какое-то движение. Либо он может сигнализировать, как охранная сигнализация. Если мы подключим в качестве нагрузки звонок, соответственно, мы получим звуковой сигнал, оповещающий нас, что произошло срабатывание, и значит, что-то здесь не так. Просто посторон. Обычно, когда говорят о интеллектуальном управлении, жилых помещениях, и не только в жилых, то там один из критериев и параметров, это контроль, особенно вот в ванной, в туалете, значит, за уровнем воды. То есть, если где-то обрыв чего-то такой трубы, либо шланга, какого ралера, предусматривает такой вариант защиты от затопления вашего умного дома. Я использовал датчик, специальный датчик используется, цифровой датчик, и на самом деле у него, он состоит из двух частей, датчика температуры и датчика влажности. Вот как раз для того, чтобы контролировать эту печку, мы можем завязать нашу важность в помещении, если она также превышает порог, то выдавать сигнал. Если горячая, то да, если помещение здорово, как у вас вообще. Датчики цифровые, они позволяют на одну линию связи с сигнами подключить множество этих датчиков. То есть, контроль, мы можем начать специальную программу, в которой будем обращаться к каждому датчику, а датчики могут быть по углам разнесены в разных местах. Обычно проще, если не делают, просто в ванной, в туалете устанавливают. Значит, два провода, потому что электропровода все обладают. Появилось, сразу срабатывает, понятно, без цепи возникает. Самый простой, как берион, берион, детский. Скажите, пожалуйста, в целом, у вас есть система, у нее есть определенный функционал, а какие возможности по расширению функционала, если, допустим, появляется пристройка, или мы входим, что нам не хватает. Программа разработана с учетом доработки. Здесь представлена главная окно программа, также здесь есть партии, например, кухня, коридор. Пользователь может, сам, конечно, не сможет сделать, написать, но он может обратиться к разработчику, например, ко мне. Соответственно, я запишу интерфейс программы, он записывается достаточно легко, то есть блоками. Если у нас появляется новое исполнительное устройство, используя нашу разработку микропрошивку для этого контроллера, особенность этого ритма работ, точнее, этой библиотеки, позволяет нам использовать более современные контроллеры. То есть, в данном случае используется дешевый контроллер от Mega 328, мы можем использовать более современные этой серии. То есть, с большим наличием портов, ввода вывода, соответственно, мы можем подключить больше тачек, как интерфейс программы. Соответственно, заработать интерфейс программы. Хорошо. Также я хотел еще отметить, чем отличается умный дом от обычного оборудования, которое у нас стоит. Например, в магазинах можно купить обогреватель, в котором встроена дача температуры, и он будет подключаться сам. Но нужно учитывать тот факт, что при разработке умных домов большая особенность, большой акцент делается на том, чтобы человек мог в любой момент запустить свою программу, где бы он ни находился, по интернету, или находясь где-то на территории, если он забыл, если это есть человеческий фактор, выключить обогревание, обогреватель может в любой момент это сделать. Даже если он ушел куда-то, в отпуск, он всегда может запустить телефон и подключиться. А он и забыл. И что будет? Система будет работать дальше автоматически. О, а это нам нужно? Нужно. Для того, чтобы не уничтожить много ресурсов, система будет следить за этим. Вот сразу, инициатор движения вышел из дома, вот на двери и отлечился. Это стоит намного так всего еще. Человеку нужно быть. Все ясно. Спасибо. Для демонстрации у меня представлен стенд, чтобы продемонстрировать. демонстрации у меня не было. И займусь на консель, и нечего. И оно пробежит. Выберите. Ну, иди сюда, и займусь на консель, и нечего. А оно пробежит. Выберите. Продолжение следует... 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 Руководителем диплома работы была лиценка Виктория Владимировна. Она отметила, что работа с ИГРИ выполнена в соответствии с заданием, заслуживает оценки отличной и присвоение ему по литературе патолазма. Спасибо. Все.